23 февраля – День защитника Отечества. В разные годы этот праздник имел и разные названия – День Красной Армии, День Советской Армии и Военно-Воздушного Флота. Но всегда этот праздник был и остается одним из любимых. В Центре культуры и досуга города Видное состоялось торжественное мероприятие, посвященное славным защитникам Отечества. 95 лет прошло с того дня, когда правительство молодого советского государства учредило этот праздник. И какова бы ни была его история, он в сознании ассоциируется прежде всего с подвигами наших предков и подвигами сегодняшних солдат. Символично, что накануне этого праздника празднуется День интернационалистов. Праздновать этот день не только тех, кто в Афгани служил, но и в других горячих точках – в Венгрии, в Анголе, в Корее, в Китае и так далее. На мероприятии, проводимом администрацией городского поселения Видное, выступающие говорили о том, что традиция честного защитников Отечества, заложенная нашими предками, очень важна. Позвольте в этот торжественный день сказать всем слова благодарности, слова гордости за то, что мы, живя в нашем Отечестве, чтим те традиции и отмечаем вот в такие праздничные дни, как 23 февраля. День защитника Отечества – это День армии, День настоящих мужчин. Я занимаюсь в клубе «Ратник» и мечтаю стать десантником. Фельдшером служил по специальности после окончания медицинского училища. Был призван, не бегал, не прятался. Пошел, отслужил, вернулся, поступил в институт. Начал службу туманской дивизии. В результате за эти два года, значит, два раза был на параде, на Красной площади, командиром БТР-60ПБ. Счастлив, рад, что я служил в вооруженных силах Советского Союза, России и горжусь. Звание достигла, сержант, вот, значок за стрельбу, значок за ГТО, то есть нормативы и еще за стрельбу. Мне посчастливилось тогда, как раз, только что запустили спутник в 61-м году. И через какое-то определенное время наши, мои, сослуживцы, сбили Пауэрса под Свердловском. Это я очень хорошо помню. Мы тогда радовались, так, что такое, участвовали в таких событиях. Для пришедших на празднование Дня Защитника Отечества артисты ансамбля песни и пляски воздушно-космической обороны выступили с большой концертной программой. Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видно это.